Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Ютон ТВ, программа полетов. Меня зовут Александр Вальдман. Вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательные гости. Непосредственно рядом со мной писатель, публицист, журналист Марк Котлярский, а виртуально сегодня вы с нами известный израильский журналист Александр Ронкин, он же злой кыргыз. Рад приветствовать. Добрый день! Добрый день! Друзья, я хотел вас поздравить с замечательным праздником. У нас оказывается в стране сегодня называется День Алии, День репатриантов. И, очевидно, в связи с этим я хочу наш разговор даже начать не с конференцией, которая была на днях. На мой взгляд, я свою оценку скажу, а вы потом выскажите свою позорную конференцию по Алие и интеграции, которую организовала издание «Вайнед», газета «Идиота Хронот», издание «Вести». Но это отдельная песня. Для начала я хочу сегодня прочитать вам пресс-релиз. Алекс Кушнир, депутат КНЕСТа, председатель финансовой комиссии КНЕСТа, он пишет, сегодня мы отмечаем День Алии. Прошло уже 29 лет с тех пор, как я стал частью Израиля, а Израиль неотъемлемая частью меня. День Алии – это, несомненно, праздник, осуществившаяся мечта для многих сотен тысяч репатриантов. Вместе с тем, эта дата – повод вспомнить о трудностях и препятствиях, с которыми мы сталкивались в начале нашей жизни в стране. Многие проблемы не решены до сих пор и перешли по наследству репатриантам новой волны. Изучение языка, поиск работы, внедрение в новую культуру никогда не были простым делом. Я не стесняюсь того, что может показаться пафосом. И я хочу поздравить всех вас. Это хороший день, чтобы вспомнить наши заслуги, достижения, победы и пожелать лучшего будущего для нашей общины. Хочу, чтобы каждый репатриант знал и верил, что может полностью реализовать себя в государстве Израиль. Вчера вместе со своим коллегой, депутатом Владимиром Беляком, мы заявили о создании парламентского лобби репатриантов, выходцев из стран бывшего союза и их потомков. Будем рады услышать ваши предложения, озвучить ваши голоса в израильском парламенте. Алекс Кушнир. Ну вот я предлагаю озвучить ваши голоса пока не в парламенте, а в студии Тон ТВ по одной простой причине. Я добавлю. Возможно, уважаемые депутаты либо забыли, либо не знают, либо у них помощники пресс-секретари, то, что называется, немножко не в форме. В 2016 году по инициативе Викдора Либермана, которую он изложил, я цитирую, пресс-релиз партии наш дом Израиль, которую он изложил в открытом письме ко всем русскоязычным депутатам, было создано русскоязычное парламентское лобби, продвигающее пенсионную реформу и другие темы, важные для русских репатриантов. Возглавить русское парламентское объединение глава НДИ предложил Юлию Эдельштейну. У меня к вам вопрос. Кто-то помнит об этих достижениях вот этого парламентского, того парламентского лобби и о каких радостных событиях сегодня надо вспоминать. Марик, давай я с тебя все-таки начну. Вообще, честно говоря, когда я слышу все эти передовицы и все эти бодрые рапорты, меня, честно говоря, бросает дрожь. Этот весь этот пафос, он, как он сам написал, что я не боюсь этого пафоса, нет, дорогой мой, надо бояться этого пафоса, потому что любой пафос лжив, и он на самом деле реально скрывает проблемы, которые, он сам сказал, которые остались до сих пор. По наследству перешли. По наследству. Минуточку. Так, а чему радоваться-то? Если проблема переходит по наследству, то вообще на самом деле уже обращается к психиатру. То есть, если есть наследственные проблемы, то это уже что-то связано с наследственностью. Поэтому не радоваться надо, и не как бы фанфары бить раз в году, а оглянуться и дать действительно реальный, еще раз я подчеркиваю, реальный отчет того, представить реальную картину того, что произошло с Ильей, с репатриацией за 30 истекших лет, начиная, если мы будем, скажем, вести отчет, скажем, с 89-90-х годов примерно. Хотя бы, как минимум. Мы увидим огромное количество проблем, реально, которые существуют до сих пор. Мы эти проблемы увидим, и что мы по этому поводу скажем? Мы что, должны этим проблемам радоваться, что они передаются из как-то следства, из поколения в поколение? Чему мы должны радоваться? И потом, что это за праздник? Кто этот праздник отмечал? Все вот эти вот, это чисто советские какие-то там, какие-то советские остаточные явления. Провести конференцию, написать письмо, так сказать, собрать собрание, отметить день Алии, день рыболова, день Костоправа, там, день геолога, день уролога и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы реально, реально проанализировать ситуацию, реально просмотреть проблемы, которые существуют, и реально собрать, к примеру, экспертный какой-то совет. Благо в нашей, действительно, за 30 лет появилось огромное, и было огромное количество людей, энергичных, соображающих, которые могли бы, действительно, представить реальную картину того, что сделано и чего не сделано, чтобы реально помочь людям, а их огромное количество. Достаточно сказать, что только в очередь на социальное жилье стоит до сих пор порядка 30 тысяч человек. О чем там говорить вообще? Это что, радость большая? Каких достижений? Будем радоваться? Людям жить негде, а мы будем радоваться этому? Я не знаю, я, честно говоря, просто взбешен, когда, так сказать, я, тем более, что я говорю, день Алии, кто его видел? Что они там, это как у Жванецкого, между собой, говорят, они сами, сами с собой там это самое, а нам, говорят, здесь, стоящим по ту сторону забора, хочется спросить, ребята, у вас там все в порядке? Как вы там празднуете, ничего? Саш, тебя хочу спросить уже в контексте вот этого славного мероприятия, которое прошло на днях, вот это вот, я не знаю, конференция, шабаш, как угодно называй, потому что по-разному можно назвать то, что там происходило. Я не буду тебя спрашивать про Натана Щеранского, который пришел, проявил полное неуважение, на мой взгляд, не только к тем, кто смотрел, но и ко всей русскоязычной Алии, придя на это мероприятие в сандалиях на босу ногу. Очевидно, он полностью интегрировался в израильское общество, это один из критериев его, но мы не будем обсуждать Натаньягу. Я хотел о... Извини, извини, не буду о Щеранском говорить. Один из выступающих там привел любопытную статистику относительно денег. Было сказано, каждый шекель, который расходуется на нового репатрианта, приносит государству 14-16 шекелей. Поэтому даже с экономической точки зрения очень выгодно вкладывать Илью. Конец цитаты. У меня в связи с этим вопрос, но, может быть, правильнее было бы говорить не в среднем, а конкретно по репатриантам из какой страны. Или это будет расизм. Сколько вкладывают репатриантов из бывшего Советского Союза, сколько они дают отдачи, например, сколько вкладывают в эфиопов и сколько от них получают отдачу. А не среднюю температуру по больнице определять. Может быть, тогда более конкретными станут решения и мысли тех депутатов, которые создают в очередной раз очередное бессмысленное лобби. Вопрос где? Это вопрос. Замечательное выступление было у тебя, Саша. А вопрос в чем? Вопрос в том, надо ли разделять вот эти вот 14-16 шекелей и определять, кто больше, а кто меньше, и в кого вкладывают, кого не вкладывают, и от кого какая отдача. Или это расизм? Давай начнем по пунктам. Сначала о конференции. Не хочу никого обидеть. Я не назвал бы ее шабашем или еще чем-то. Это бессмысленно. Совершенно верно Марик отметил. Такое в советском стиле мероприятие. Типа первомайского парада или еще чего-нибудь в подобном духе. Что, когда устраивали первомайские праздники, люди думали, что ли, о трудящихся всего мира? Да искали повод отчитаться, отрапортовать, да и все. Один из замечательных поэтов написал такие строки. Вот, может быть, Марик мне напомнит, кто это. В свое время написал о гражданской войне. Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных миров, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков. Вот мне показалось, что Саш Кусмир, которого я, кстати говоря, очень уважаю, он полагает, что мы должны радоваться и гордиться теми трудностями, которые нам пришлось преодолеть и рассказывать нашим детям, какие мы молодцы, замечательные. Да, да, мы преодолели невероятные трудности, наша Алия. Мы преодолели невероятные трудности, но не благодаря этому государству, и не благодаря политике поддержки Алии, а вопреки всему этому, нас использовали и бросили на обочине, как никому не нужную отжатую тряпку. Вот сегодня новый министр абсорбции, репатриарции, или кто там, не помню, а, и даже, по-моему, Беннетт, что вот сейчас самый важный вопрос репатриантов из Франции, из Южной Америки. Да, да, премьер-министр говорил. Из Франции, из Южной Америки сюда приедут врачи, сомневаюсь, врачи приедут из России, Украины и бывших стран СНГ. Из Франции, из Южной Америки сюда приезжали и приедут инженеры, ученые, компьютерщики. И они уедут обратно, у нас есть пример. Массовая линия из Аргентины, 2000-х годов. Они здесь надолго не задерживаются, эта им страна нужна как запасная база и запасной паспорт. Врачи, ученые, инженеры, вот те самые, которые дали такие вот замечательные цифры, что на каждый вложенный шекель, какой вложенный, кем вложенный, это мы еще вернемся к этому сейчас. Страна получала 16 шекелей. И я слышал расчеты 20 шекелей. Понятно, что это расчеты относительные. Но это те шекели, которые дали этой стране мы. Наше поколение и наши дети репатриантов. Мы приезжали сюда с образованием, со специальностями, опять же повторюсь, врачи, ученые, журналисты и прочее, прочее, с высшим образованием. Мы преодолевали эти невероятные трудности. Те деньги, которые нам тогда выделяло государство, выделяло одной рукой, оно тут же у нас забирало другой рукой, извините, через квартиру владельцев. Среди которых немало было и представителей этого самого государства. От депутатов Кнессета, начиная и кончая, муниципальными чиновниками и так далее. Мы все это отдали. Все, на что все деньги, на которые мы здесь поднялись, мы заработали сами. До последней копейки, до последней огоры. Почему мы должны гордиться и радоваться этому так называемому празднику? Назовите его день преодоления. Назовите его день стойкости, извините за невольную ассоциацию. Днем стойкости и мужества нашей Алии, которая, не взирая на все те припоны и препятствия, которые создала эта страна, сумели подняться. А потом считайте деньги, которые мы вам заработали. А мы их вам, да, заработали. А вы их нам даже не хотите вернуть в качестве пенсии. Назовость, сволочизм и ублюдочная политика нашей страны по отношению к огромнейшей Алии из стран СНГ, из России, из Советского Союза бывшего, она налицо. Вот о чем нужно говорить. Вот ради чего нужно собирать день Алии. Вот ради чего мы избирали этих политиков в Кнессе. А не для того, чтобы слушать их убаюкивающие, замечательные песнопения и фиксировать появление новых парламентских лобби. Парламентские лобби хорошо только в тарелке, когда их много. А лобби, то есть некая организация по продвижению интересов той или иной общины, должно быть одно насильное. Да, я хочу, чтобы было такое настоящее лобби, настоящие протекционисты, чтобы мои интересы, интересы таких, как я, толкали, проталкивали, расталкивали локтями других претендентов на эти самые блага, на которые претендуем мы. Которые мы заработали, им мы дали деньги этой стране, чтобы эти блага создать. Но получают их другие, у которых представители более наглые и мыслят более однозначно. Которые говорят, я не буду думать о всех израильтянах. Мне по барабану все израильтяне. Я буду думать о своей общине. Вы знаете, я завидую. Я хочу таких представителей в Кресике. И может быть тогда у меня появится повод отпраздновать. Спасибо. Спасибо. Еще один короткий вопрос. Я не могу удержаться, чтобы его не задать. Опять же, по поводу вот этой конференции, которая прошла. Главными ведущими были репатриантка из Эфиопии и репатриант из Румынии. Стоит ли рассматривать это как некий своеобразный плевок в адрес самой многочисленной Алие, которая находится в Израиле? Я имею в виду русскоязычных репатриантов. Марик. Или это мелочи? Это, с одной стороны, это мелочь. А с другой стороны, это тоже показывает отношения организаторов. То есть, типа, это вообще... Я уже не говорю о том, что вообще само собрание это плевок. Саша очень правильно разложил эту ситуацию. Если бы это было собрание, совещание, на котором бы действительно поднялись и рассмотрелись бы все те проблемы, которые накопились за все это время, я сказал бы, окей, ребята, я за вас. Я жму вам руки, вы молодцы, вы смотрите правде в глаза. А нам какую-то Потемкинскую деревню представляют и говорят, ребята, вы должны радоваться. Спасибо, минуточку, чему мы должны радоваться? Тому, чему мы сами добились? Тому, что мы сами сотворили. И вот это, то, что как бы в качестве ведущих берут вообще какую-то, так сказать, людей, которые, так сказать, в последнюю очередь имеют отношение к этому дню, это тоже, казалось бы, деталь, на которую, может, и не стоит обращать внимание. Но и стоит обращать внимание, потому что она тоже говорит об очень многом. Саша, твое мнение? Это не плевок, но это выдает порядок приоритетов. Магик правильно сказал. Если вы уж так хотели показать разнообразие аллеи, сделайте больше ведущих. Посадите туда еще, извините, нашего русского. Посадите французского, не знаю, посадите иракского, марокканского, да какого хотите. Почему такой выбор? Я теоретически предполагаю, что, может быть, боюсь попасть пальцем в небо, но скажу. Может быть, потому что, с одной стороны, хозяева концерна Вайн от выходца из Румынии, а с другой стороны, нынешний министр абсорбции, от которого зависит получение больших рекламных пирогов газетами и рекламными изданиями, и интернет-изданиями. Выходить из Эфиопии, потрафить кому-то. Во всяком случае, нас с вами в расчет не брали. Спасибо, Саша, спасибо, Марк, за очень кровяное мнение. Спасибо вам, друзья. Действительно, есть о чем подумать, и есть, что, может быть, праздновать, но в кавычках. До новых встреч, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова